Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Мадрида, как я мечтала Хоть чуточку быть на него похожей Михаил Кольцов говорил Я чувствую себя легко у людского жилья Там, где слышны веселые голоса Где пахнет дымом очагов Где строят, борются и любят Словом, размечталась девчонка И заварила такую кашу Что чуть не выгнали из редакции Впрочем, все по порядку Началось это В небольшом старинном домике В тихом переулке Где в большой просторной квартире Жила вдова знаменитого Профессора-филолога Екатерина Капитонна Успенцева Входите, входите, пожалуйста Вот эта комната и будет ваша Вы не думайте, она светлая Солнце здесь появляется очень рано И почти весь день смотрит в окно Профессор любил заниматься ночью Он говорил, что в присутствии солнца Ему как-то неудобно погружаться во тьму прошедших веков Последние годы он занимался наречиями древних хетов А днем, днем он сидел вон там, на том месте И так больше для себя переводил Данте А к двум концонам он даже сочинил музыку Вы любите музыку? Да, конечно Ой, прошу прощения Я ж не знаю ваших имен Меня зовут Анатолий Меня Ира, а вас как? Екатерина Капитоновна Или просто бабушка Катя Ну, что же мы стоим-то? Садитесь, садитесь, пожалуйста У вас сегодня такой день Вы должны сидеть в центре На самых почетных местах Ничего-ничего, мы постоим У вас тут прям как музей Да, одно время мы думали сделать квартиру в музей Хлопотали Но потом как-то не получилось Но вся эта квартира пожизненно предоставлена мне с Наташей Как вам нравится у нас? Очень! Какие у вас картины? Ну, это только малая часть Почти всю нашу коллекцию я отдала в дар центральной галереи И книги тоже А вы что, любите живопись? Да, очень Что же вы молчите? Ну, скажи, Иринка Я не знаю, скажи ты А я чего? Я тоже не знаю Милые мои Вы, вероятно, опасаетесь, что докучливая бабка Станет вас донимать своими воспоминаниями, тоской, нытьем Да что вы! Мы никогда... Так вот что, Толя, Ирочка Я вам должна сказать, что я еще довольно разбитная И, как это говорится, общественно полезная старушка, да-да Я люблю людей, театр, музыку А если я не играю в волейбол, то это только потому, что молодежь меня не зовет А собрать команду из моих сверстников довольно трудно Ну вот, вы и рассмеялись А значит, мы с вами договоримся Как вам кажется, Ирочка? Мне кажется, что все это вроде как сон Что я проснусь, и ничего этого не будет Ни вас, ни этих картин, ни комнаты А что же будет? Будет моя кровать, тумбочка, общежитие Я расскажу девочкам про мой сон, и они станут смеяться Скажут, в жизни так не бывает Это только в сказках людям помогают добрые феи А когда там в ЗАГСе на лестнице вы подошли к нам и сказали, я даже испугалась Мне показалось, что вы вот-вот растаете или как фея превратитесь в облако А я так нисколько не удивился Я сразу подумал, наверное, вас уплотняют Что, не так? Насколько мне помнится, феи никогда не подлежали уплотнению Милые мои, помогать людям – это не только специальность добрых фей Это долг каждого человека А в моем предложении вам ничего чудесного, ничего загадочного нет Все весьма просто Последнее время нам с Наташей стало очень одиноко в этом доме Родных у нас никого не осталось Друзья? Иных уж нет Другие нас забыли Вот мы и понадумали пригласить сюда поселиться в этой комнате двух молодых супругов Счастливых, радостных, которым принадлежит весь мир Но пока нет комнаты И вот я уже целый месяц, как каждое воскресенье, в любую погоду отправляюсь во дворец бракосочетаний В надежде встретить таких молодых людей У меня уже были до вас две пары Каждая комната очень нравилась Каждая обещала переехать на следующий день И исчезала Почему, я не знаю Но вы-то, надеюсь, меня не оставите Вы согласны к нам переехать? Нам комната очень нравится Да, мы хоть завтра могли бы переехать Ну, и в добрый час Что же вам мешает? Да то, что мы, ну, как сказать Мы с Теринкой еще мало зарабатываем Я только сейчас закончил техникум и живу пока у тети А Иринка, она телефонистка, на Междугородне работает У нас есть, есть небольшие сбережения Но мы хотели сразу после свадьбы купить магнитофон Но я понимаю, что комната важнее И с магнитофоном можно повременить или совершенно отказаться, правда? Нет, нет, обязательно купите В ваши годы без магнитофона не проживешь У нас расходов очень много Мы боимся, что на все не хватит Мы еще не знаем ваших условий Ах, да, условия Мои условия, чтобы вы были всегда веселы Чтобы вы радовались всему И были счастливы Я надеюсь, что эти условия не повлияют на ваш бюджет Ну, что вы, спасибо большое Но как же так, все-таки платить надо за воду, за свет, за газ И свет, и вода, и солнце, и воздух И все прочие коммунальные услуги Все входит в эту оплату И давайте больше не будем говорить об этих условиях Завтра вы к нам переезжаете Ну, надо было бы как-то отметить этот день Как жаль, что у меня в доме давно уже не водится вина Я сбегаю принесу, хотите? У нас есть шампанское Нам девочки из общежития подарили Нет, нет, это потом, потом Мы отпразднуем и ваш союз, и новоселье А пока я вам на дорожку приготовлю по чашечке кофе А вы тут вот смотрите книги, рассматривайте картины А впрочем, сегодня вам лучше всего смотреть друг другу в глаза Вы там многое и увидите, и прочтете Я сейчас, я сейчас Какая чудесная женщина Да, мировая старушка Вот видишь, я говорила тебе, что я счастливая Как только поженились, сразу удача Да это не то, что удача Это фантастика наших дней Тише сюда, кто-то идет Да что тебе все мерещится Я слышал, щелкнул дверной замок Это, наверное, внучка пришла, Наташа Толик, ты веришь в привидения? Вот еще, начитала всякой ерунды А злые духи есть? Екатерина Капитонна у себя Она вышла и просила нас подождать Сейчас придет А, ну, мы тоже подождем Отличный нынче день Да, если не ошибаюсь, вы молодожены, да? Или, как говорят студенты, женатики, да? Да, мы сегодня расписались Ага, поздравляю вас Спасибо А где же мы будем жить у папы-мамы? Или построим себе на заграничный манер коттедж? Да у меня мама в Тюмени, а у него нет родителей Екатерина Капитонна предложила нам у нее поселиться Вот в этой комнате Мы, конечно, согласились и завтра хотим переехать А, так, значит, завтра переехать Ну, что ж, я должен вас огорчить При всей моей симпатии к молодежи Я ведь не только сосед Екатерины Капитонны Я опекун Я ее опекаю на общественных началах Вы знаете ли, я должен вас огорчить У нее не все дома Да, внучка Наташа еще не пришла Да я не буквально Дело в том, что она Она психически больна Душевно больна Да что вы Да, да, да Не может быть Да, да, да Это ужасно Мы за ней наблюдаем И людей, которые с ней общаются Мы пытаемся оберегать от возможных неприятностей Какие же неприятности? Она такая добрая, милая женщина Она достойнейшая особа Но, увы, врачи единодушны Она безумна Это видно из-за ее поступков и поведения А Екатерина Капитонна давно болеет Давненько Но ведь хуже-то всего, что болезнь-то Прогрессирует Вы сами посудите При нынешней нехватке жилья Когда каждый квадратный метр Это же золото Это золото Это же государственное достояние Его беречь надо А она предлагает вам незнакомого Вы же посторонние молодые люди Она вам предлагает заселить эту площадь безвозмездно Нет, тут явно Тут, ну, что говорить Ну, диагноз точный Она безумна Ее надо изолировать Не сегодня, завтра мы ее отправим в спецбольницу Вот А внучке и общественность позаботиться У нее внучка есть Ну, ей комнатку предоставят в черте города А эту площадь опечатает райжилотдел Там мы в кухне ремонт производим Вот Вам повезло, что мы с вами столкнулись А то бы пришлось вам завтра с чемоданами звонить В пустую квартиру Как ужасно Такая благородная и добрая старушка Ну, что же тут говорить Можно будет ее навестить в больнице Ну, кто же знает Я же не доктор Это что ж такое выходит Добрая только фея да сумасшедшая Нет, тут что-то не так Пойдем, Толик Пойдем Пожалуйста, передайте ей эти цветы Да, охотно, охотно Надеюсь, вы не соскучились Что я вам еще сюрприз приготовила О Слышите, что делает? О Что делает? Уходите, ребята Уходите А то мое присутствие она воспринимает болезненно Может, припадок случится Я могу на доктора сбить? Не надо, не надо Уходите Ну, вы, пожалуйста, передайте ей Что мы ей очень благодарны За что? За то, что она Ну, за то, что пойдем только проще Да, да Ну, вот так Так Я завозилась на кухне Но зато кофе будет Спасибо Ах, это опять вы? Ну, а кто же, как не старый друг, навестит соседку? Вот вам цветочки Ну, как вы себя чувствуете? Как спалось-то без сновидений? Позвольте, позвольте А где же молодые люди? Какие молодые люди? Ну, вот тут на диване сидели Юноша и девушка Ах, молодые люди Я с ними там на лестнице столкнулся Они просили передать, что комнатка их не устраивает Темновата комнатка Очень жаль Ну, зачем они вам нужны, Екатерина Капитонна? Когда порой томит меня страданье В безмолвный час Перед закатом дня Я к вам с открытой душой А вы ко мне со стихами Нехорошо Нехорошо Помню, как сейчас Чудесное летнее утро Того страшного дня Это был, конечно, обычный день в редакции Но для меня-то он был совсем особым Потому что я в тот день Впервые Заменяла своего начальника Ксан Георгина Там один человек, редактор, спрашивает А ты что? Шур, не знаешь ни редактора Не замредактора Он спрашивает, ну, может, секретарь есть? Скажи ему, что все в разъезде Он говорит, что мне ждать нельзя Ну, хорошо Пусть войдет Пожалуйста Проходите Здравствуйте Здравствуйте Садитесь, пожалуйста Спасибо Такая у нас руководитель и участь И на работе, и дома Всегда с народом Всегда с людьми Вот и сейчас я От коллектива жильцов Дома номер 9 По улице писателя Короленко Усилиями общественности И дружного актива Дом наш вышел На первое место По благоустройству Озеленению Культурному обхвату А главное По работе С людьми Вы знаете У нас Отошли в прошлое Я бы сказал На свалку истории Все эти там Квартирные дрязги Склоки Соседские Эти, знаете Эти неурядицы Вот вы бы Прислали бы к нам Креспондента Поделиться опытом Потолковать с людьми Обобщить А в чем проявляется у вас Эта работа с людьми И рост культуры? Коллективно ходим в театр Выписываем вашу газету Должен вам сказать Я лично Как и Все советские люди Я не люблю О себе много говорить Вот приходили На днях ко мне С телевидения Приходили, да Просили выступить Я сказал Товарищи Не надо меня показывать Меня и так Весь город знает Вы лучше Вот транслируйте Рядовых жильцов Вот покажите их Мысли, чайни Заботы, думы Ну что же Ну мы можем Выступить с рассказом О вашем корпусе Под рубрикой Чертынов Великолепно Напомните, пожалуйста Ваш адрес Улица Писателя Короленко Дом номер 9 Квартира 99 Спросить Жиловакова Андрей Гаврилович Хорошо В ближайшие дни К вам будет направлен Сотрудник редакции Может быть даже я сама Ну будем весьма рады Пожалуйста Да И вот У меня к вам Небольшая Просьбица Видите ли Живет в нашем доме Старушка одна Одинокая Больная Годы берут Свою жаль Человека А помочь некому Вы не поверите Я вот три недели Потратил на то Чтобы добиться Направления Из поликлиники В больницу Но учитывая Занимаемый Мной пост Я добился Так теперь Вот мне Эта самая Больница Все время Палки в колеса Вставит То понимаете Мест нету То я документы Не так оформил Такую канцелярщину Развели Вот вы Ну позвонили бы им И от имени Редакции Дожмите этих сухарей Это какая больница Четвертая Городская Хорошо Я позвоню В Горздрав Ну большое дело Сделаете А как фамилия Этой больной Екатерина Капитонна А фамилия Тьфу ты Забыл фамилию Забыл Забыл Да знаете Это не мудрено Потому что За один день У меня столько народу Через кабинет проходит Столько хлопот Директивы Заседания Вы только не беспокойтесь Потому что Направление У этой бабушки И документы Все Оформлено Как надо Хорошо Не беспокойтесь До свидания До свидания Ждем вас Как Дорогих гостей Здравствуйте 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 Не узнаете? Нет Представьте Я тоже С некоторых пор Стал похож на призрак Страшно? Мне тоже Вы кому? Приема еще нету Это не важно Вот Заведущий Ксана Георгиевна Шурочка Вы сказали Что у нас прием С двенадцати? Ну сказали Аюмани Простите Виноват я Я приезжий Для встречи с вами Я покрыл сотни километров В комбинированном жестком По некоторым причинам Я отверг Услуги городского транспорта Пришел с вокзала Пешком Вы меня не знаете Знаю Вы один раз уже были в редакции А сегодня я узнала вас даже по голосу Из соседней комнаты Когда вы тут шумели Очень приятно Что меня узнают по голосу Как муслима Магомара Но Как видите Я не юноша И как вы знаете Не певец Я незаслуженно оскорбленный Деятель культуры Дубровский Богдан Дубровский И что же вы хотите? Видите ли Мой тезка в одноименной опере В трудные минуты жизни Обращался к маме О, дай мне забвение, родная Ну, я сирота Мне не к кому обращаться Но я рос в коллективе И я имею все основания Обратиться к общественности Я не прошу забвения Нет Но я прошу справедливости После выступления вашей газеты Я морально растоптан Я разбит творчески Иногда мне кажется Что я уже не существую Что вместо меня Движется мемориальная Это сказ надписью Здесь жил, дышал и боролся Богдан Дубровский Да послушайте, Дубровский Никто не собирался вас уничтожать Ни морально, ни тем более физически Это все чепуха и пустые разговоры То есть как это чепуха? Попозвольте Печать это оружие Я не спорю Но со всяким оружием Надо обращаться осторожно Иначе может быть катастрофа Перед вами жертва Неосторожного обращения с печатью Вы так думаете? А вот наш корреспондент По заданию редакции Еще раз на месте Очень тщательно проверил все факты И ведь выяснилось Что это вы Директор гастрольной труппы Лилипутов Неосторожно обращаетесь С печатью Среднереченской филармонии Не понимаю Да нет, нет Я же не собираюсь с вами спорить О задачах искусства Но просто ваша Предпринимательская деятельность Да, да, да Вот, вот, вот Вот где ошибка Слушайте, ну какой я предприниматель? Боже мой Боже мой Если бы я все это мог предвидеть Я бы застрелился В день конфирмации Успокойтесь Все это совсем не так трагично Если вы захотите работать По-настоящему Вы же человек Не без способности Благодарю вас За устный комплимент Но я-то предпочел Чтобы он был напечатан Ведь вот миллионы людей Вы оповестили через печать Что Богдан Дубровский Хапуга, Ловкач И последний там Черт его знает что на континенте А о том, что он способный Вы сообщаете с глаза на глаз Вы меня извините Но это неадекватно Дело в том, Дубровский Что ваши способности Вы же направили не в ту сторону Не на добрые дела Я извиняюсь Я не баптист Вы меня не поняли Я имею в виду Дела нужные и полезные Обществу и людям А не только вам одному Короче Поскольку все факты Подтвердились Никаких опровержений Мы вам не дадим Боже упаси Зачем опровержений Но обыкновенную бумажку Справку в несколько строк Где периодической печати Удостоверяется Что предъявитель сего Богдан Дубровский Действительно Есть простой Советский человек И все И справок таких Мы тоже не даем Вот когда вы займетесь Настоящим Полезным делом Вам дадут Характеристику По месту работы Боже мой Где я? В редакции Или в детском саду Ну вы же дитя Я бы мог достать себе Такую характеристику С места работы Что вы поставили бы мне При жизни памятник С двумя фонарями По бокам Но я Богдан Дубровский Поймите Я не хочу извинять Свою биографию Пышными липами Если верить этим характеристикам То все человечество Делится на две категории И морально устойчивых И неустойчивых Да Я пока что неустойчивый Ну и что с того? А может быть Во мне спит Коперник? Вот Когда вас простется Коперник Тогда вас от очень многого Освободят Ну а пока? Пока мне очень плохо Я могу говорить с вами Как с младшей сестрой Говорите Хотя я не вижу У вас старшего брата Я вам так скажу Ксаночка Ксана Георгиевна Возьмите перо Я продиктую вам некролог Он будет начинаться так В расцвете творческих сил Советское искусство потеряло Довольно, Дубровский Я не знаю, что потеряет искусство Но я Я уже потеряла с вами много времени Минуточку И хватит Меня ждут Ну постойте Ну еще три минуты Когда звучит реквием Не смотрят на секундомер Я вам говорю, что мне плохо Я затравлен Загнан как бильярдный шар С сильным ударом в угол Стоит только дунуть Я упаду в лузу Мне нужна поддержка Поймите Мне никто не верит Почему? Я верю А вы? Ну во что? Я ничего не могу вам обещать Но я верю вам И мне правда хочется вам помочь Я подумаю, через несколько дней вызову вас Вы где остановились? Да, где остановился? Пока горсовет не отвел для меня резиденции Мой адрес в вокзал Комната матери и ребенка У вас что, в городе никого нет? Никого в городе и ничего в кармане Да Это действительно плохо Надо что-то придумать Ну вот что, Дубровский Я вам дам письмо Вы пойдете с ним в общежитие техникума Это, знаете, тут на Первомайской за углом К товарищу Клюеву На несколько дней он вас устроит В самом необходимом ребята выручит Отдохните и подумайте Как вам начать новую главу своей биографии А в четверг придете ко мне в редакцию Мы вместе и порешим Идет? Вот вам письмо Только вы уж меня не подводите Вас подвезти? Нет, это все равно, что продать молитвенник матери Это невозможно Боже мой, я никогда не думал, что наша встреча выльется Как это пишут в газетах В яркую демонстрацию Чего? Как чего? Гуманизма Доверие к личности О которой кроме актов и протоколов Ни одного доброго слова Ведь это какая смелость Вы же дико храбрая девушка Убей меня гром С такими можно ходить не только в кино Но и в атаку Я очень благодарю вас, Ксана Георгиевна И до скорой встречи До четверга До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Не больше Я сама хотела написать статью под названием Раздумья перед разводом Неплохо, правда? Сейчас газеты охотно печатают всевозможные раздумья Раздумья педагога, фармаколога, художника Почему же раздумья оскорбленной женщины Не может служить предметом дискуссии? Потом решила, что нет Тут нужен бич-сатирика Разящий меч публициста А у меня, у меня ни бича, ни меча Я только женщина Вы меня понимаете? Начинаю понимать Так вот, возможно, вначале Вам моя история покажется банальной Возможно Но если копнуть глубже Если сорвать мозг И обнажить всю низость этого человека То я убеждена К вам хлынет такой поток писем Вы меня понимаете? Я уже поняла Прошу вас, только если можно покороче Так вот, когда я впервые встретила этого человека Назовем его пока Ричард Б Простите Позвольте, вы же сами меня отнесли к числу доверенных лиц Ну что же вы скрываете имена? Хорошо, я вам скажу Его фамилия Буханкин Ему сорок один год Место рождения Сухуми Профессия эксперт Ну все это я узнал уже потом из книг Каких книг? Жека, где он прописан Но когда я познакомилась с ним впервые Я совсем не знала жизни Я была рабка, наивна Доверчива, как ребенок Простите, когда это было? Это в декабре прошлого года Я не знала жизни Открывая энциклопедию, прочла Эксперт, сведующее лицо Ой, извините вас, боржоми, нет? К сожалению Мы стали встречаться Ну пока наши отношения не выходили из круга кафе, театров Мелких сувениров Я не строила никаких иллюзий Мы, женщины, понимаем, что так обычный флирт не больше Но, дорогая моя Но постепенно его отношение резко изменилось Я поняла, что это глубокое чувство Ну когда почти каждый день в своем доме Я находила такие знаки внимания, как холодильник Японский транзистор Канадскую шубку Ну когда, наконец, появился гарнитур финской мебели Я сказала себе Вероника, это любовь Все это трогательно, но мне думается, чтобы напрасно терять и время Но мы же не печатаем святочных рассказов Ой, да слушайте дальше, вы же содрогнетесь Ранней весной Он заботливо отправляет меня на курорт Одну В моем сапояжу халат, купальник, пижаму, не больше Все ценно и дорогое остается там с ним Ну перрон, взмах руки, нежное прощание Я под южным солнцем Когда через 26 дней я возвратилась Мой дом был пуст Ни вещей, ни Буханкина не было Все, что он принес в мою жизнь, он забрал с собой Включая холодильник Да, откуда вы знаете Догадалась Умница Ну первым делом я бросилась на поиски Буханкина И вскоре я узнаю, что еще его не я одна Его разыскивают еще две женщины и одна организация Вы меня понимаете? Но первым обнаружил его я Я узнала, что его видели живого В Геленджике Он опять женат И работает по специальности оценщиком комиссионного магазина Вы меня понимаете? Ну я стала метаться Куда бежать? Ну на родром В трибунал Друзья мне сказали, Вероника не безумствует Только в редакцию Там его разоблачат Ну так вот что Но по-видимому вашим экспертом займется та самая организация Которая его разыскивает Мы в подобные дела не вмешиваемся Ну что же касается вас Ну вам мы можем выразить сожаление Не больше Вы женщина И я надеюсь, вы меня понимаете То есть как? Вы не будете печатать такое дело? Нет Ваша история Это мелкое происшествие в большом городе Ну неприятное, досадное происшествие Но не представляющее общественного интереса Ну позвольте, ну как же так? Ну разве об этом не должна кричать, печать? Ну видите ли, мне не совсем ясно Чего вы собственно добиваетесь-то Ну что, возврата вещей? Да нет, ну что вы Я не мелочно, не корыстно Я вам докажу Значит наказание вашего бывшего супруга? Да Только Только наказание Одно сознание того, что он еще на свободе Что может обмануть еще одну женщину? Мне просто невыносимо Ну ладно, ну хорошо Ну что же, ну я постараюсь узнать Ну, как обстоят дела с розыском Как ваша фамилия? Какая последняя? Разумеется, разве у вас их много? Сквержневская Зайдите ко мне в четверг Ой, я благодарю вас, благодарю Вы чуткий, вы отзывчивый Вы в редкой души человек Я зайду в четверг Всего Всего доброго До свидания Субтитры создавал DimaTorzok Тьфу Обломали Крутили, вертили Туды, суды Допрос, запрос А потом и говорят Крепкий-то орех Гренкина Нет под тебе статьи Вот честная пенсионерская Вы в каком районе живете? Я-то, 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 я-то знаю В Бурыкинском Где нар судьей Дымченко Григорий Филиппович Ну, он меня знает Знаешь, цветок человек Как зовет меня в Келеноре Так завсегда пальчиком И Гренкина Будешь до нас таскать Вышлю из города Юморист Я в его камере Как своя И давно вы этим делом занимаетесь? Начала В 52-м Эксперимент, значит, писал В местные органы власти В райисполком И горосполком И потом республиканские А вот уж как с полгода Сигналю прокуратур Союза Иногда и прямо В Верховный Совет Да, это уже заметный рост Только безусловно На шутку сказать На дню же по пять Повесток приходит Явиться до судьи Явиться до следователя На очные ставки Выезжать приходится Ну и скажу тебе Как своему брату Корреспонденту Устала Гренкина Дергают Работать не дают Ну и Средствов, понимаешь Не хватает Ну, шутка ли Треть пенсии Уходит на почтовые расходы А тут у вас, понимаешь Еще сигналы зажимают Вот Где моя заметка Под звон колковов А о чем вы писали? Я что-то не помню А ты учителя Харитоновой С 42-й Знаешь? Нет Ну так вот Застукал я его За соблюдением Религиозных обрядов Был это На бывшую Пасху Прихожу, понимаешь На столе Самовар, куличи, Пасха Вазочки тип Харусаль, крашеные яйца Так думаю Ну, он что, учитель Куличами балуется А завтра наших пионеров Все нашли поведет Спрашиваю Куличи где светили А у них они не священные Продаются под названием Весенний кекс У булочной Попробуйте Я говорю, нет Я сперва яичко Беру из вазочки Крашенку Она ей золотыми буквами ХАВЭ Разумеешь? Странно говорю Что в нашу торговую сеть Попадает яйцо Первой категории С церковно-религиозным штампом А он говорит Это не Христос воскрес А чистое совпадение Ребятишки нашей бабки Хотели сюрприз сделать Зовут ее Харитону Варвару Вот тебе и ХАВЭ Разумеешь? Он, понимаешь ли, хотел Усыпить мою бдительность А я ему Гренкина И под гипнозом не спить Разумеешь? Разумею Серафима Кузьминишна Ответа Откуда знаешь Мое отчество? Ну, таков уж наш брат Корреспондент Должен все знать Я вот даже знаю Как вы с хлеба За воду ушли А это А это я что? Это я по собственному шала Ну, зачем же так скромно? А, по-моему, По желанию всего коллектива Я знаю, как вы Прачечной заведовали А ты что это, дочка? Ты что это? Ты меня на пушку берешь, да? Ты что, расколоть меня хочешь? Так об меня же два прокурора Знаю, знаю Зубы обломали А вот третий расколол Это какой уж такой? Да вот новый районный прокурор Вы знаете, он затребовал к себе Все ваши так называемые сигналы Проверил и заключил Злостная клеветница Придется привлечь Выслать из города Так, 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 так Ну, это мы еще посмотрим Районный Так ведь на районного-то есть Ведь областной А на областного-то есть генеральный Да, так-то она так Но, по-моему, это очень трудная дорога По прокурорам-то ходить Ничего-ничего Потопаю Ой, Гренкина, Гренкина Я вот смотрю на вас и думаю Ну, какая же у вас тяжелая и тревожная жизнь, а? Ну, как это горько ходить волчицей среди людей? Ну, вот вы возвели напраслину на учителя Харитонова А он же о вашей пенсии хлопотал А ты это... А ты это откуда все знаешь-то, а? Откуда говори? Ну-ка, подойдите сюда Ну Вон, взгляните-ка в окно Видите, вон там большой дом напротив Ну, вижу Ну, так вот, его же строил тот, кого вы обозвали валютчиком А он еще по совместительству инженер-строитель И когда вам бывает туго с деньгами, вы же к нему стучитесь И у него просите десяточку до пенсии А он-то ведь вам никогда в этом не отказывает Так вот, мне интересно, за что же вы этих хороших, доверчивых И, главное, таких отзывчивых людей обливаете грязью? Ну, за что? А черт меня знает Втянулся, наверное Это, наверное, как водка На одного напишешь, на другого напишешь А потом и пошла, и пошла, и пошла Ведь остановиться не можешь Ну, конечно, надо же сдерживаться Да надо Сдерживаться надо Ну, осудят вас Ну, вышлет в далекий город, чужой А вы же человек нездоровый Да, спинделезный Ну, вот видите, вам же теплый климат нужен Ну, глядишь, может быть, сабе санаторий бы вам путевочку направил Ну, дорогая моя, ведь кругом-то не враги Да не враги Ведь вам-то зла никто не желает Ну, а вспомните, как поначалу вас прачечной уважали Ну, дочки, дочки, дочки Пожалуйста, позвоню прокурору И очень попрошу его дело пока не возбуждать Я поручусь Я поручусь за вас А теперь до свидания Заходите ко мне в четверг Так, на вон, сигналы Рви, жги, а то ведь покой не будет Сорвешься и пойдешь Ладно, ладно, не беспокойтесь Толчить век Ну, ладно, тогда я по коням Ну, моя бы воля выдала бы тебе замуж Знаешь, за кого? За космонавта Здравствуйте Здравствуйте Вы редактор? Нет Я сотрудник редакции Надо, чтобы кто-нибудь остановил надвигающуюся подлость И пока не поздно, надо открыть огонь Вы слышите? Огонь Да что с вами? Ой, да вы не волнуйтесь, пожалуйста, сядьте Сейчас одну секунду, я воды вам дам Нет, 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 ничего, ничего Это сейчас пройдет, это у меня бывает Моя фамилия Кофман Я музыкант, но не обо мне речь Я не пришел к вам жаловаться В подобных случаях надо бороться Драться, да-да, драться, а не жаловаться А я слушаю вас Вы умеете драться? Вы должны, вы понимаете? Вы слышите? Вы обязаны помочь Ну, не надо волноваться Вы мне спокойно расскажите В чем вы видите опасности? Кому нужно помочь? Вы очень молоды И вам, возможно, незнакомое имя Успенцев Успенцев? Да нет, как же, я знаю, был такой профессор языковик Да-да-да, блестящий лингвист Он изучил 36 языков и наречий Он посих их душу Я ценил его еще за то, что он знал 37-й язык Язык Баха и Моцарта О, как он понимал музыку Вы меня простите Я ведь, как все старики, вероятно, болтлив Так вы меня останавливаете Да нет, что вы, ради бога Говорите все, что относится к вашему делу Но профессор, по-моему, давно умер Давно Ну, так кому же сейчас нужно помочь? Вдове профессора У нее никого, кроме внучки Обе они одиноки и без помощи У них слишком щедрые сердца И чистые души, чтобы бороться со злом И вот нашелся подлец, который решил завладеть всем, что у них осталось Квартирой, имуществом, речайшими коллекциями ученого Что он совершил? Он распустил слух, будто у Спенцева лишилась рассудка И назначил себя опекуном Внучку он хочет переселить, а ее насильно поместить в больницу На старую кроткую женщину хочет накинуть смирительную рыбашку Человека светлого разума Упрятать в сумасшедший дом Это чудовищно Каждый день ее тревожат подосланные им врачи Как зовут этого человека? Жилваков Жилваков? Кто он? Подлец Я имею в виду профессию Я тоже Это его призвание Вам известен его адрес? К сожалению, мы живем с ним в одном доме Улица Короленко 9 И если вы не поможете, я дальше пойду Я в обком пойду, к секретарю Я и в горы с полком приду Я им скажу, на улице Короленко обнаружен подлец Это звучит кощунственно Уберите его Это требует вся улица Я больше ни о чем вас не спрашиваю Постараюсь, чтобы срочно были приняты меры Вы не волнуйтесь, у Спенцевых не тронут Я обязательно займусь этим делом Спасибо Не забудьте Улица Короленко 9 До свидания До свидания Да, вот кажется, тот случай, когда нужно бросить все Да, просто бросить все и бежать так, как бегут на крик о помощи Ну что же я могу сделать одна в этом городе? Ну что, жаловаться или писать запросы редакции? Нет-нет, это не то А что если, а что если вовлечь всех тех, кто сегодня здесь сидел, а? На этом месте Целую неделю я не знала покоя Все думала, ну как поступить? Как остановить эту надвигающуюся несправедливость? Ведь формально к Жилвакову придраться было совершенно невозможно Он действовал в рамках закона, совершенно легально И формально никакого преступления не совершал Но по существу По существу готовилось что-то непоправимое И всю эту неделю Я почти каждый день встречалась с моими новыми знакомыми Стараясь пробудить в них чувство справедливости Старалась зажечь в них желание вступиться за слабого Но время шло Жилваков не дремал И нужно было что-то предпринимать Тогда-то я и решила собрать всех моих подопечных На последнее решительное совещание Так, ну, продолжайте Продолжайте, ребята, только прошу вас покороче Ну, говори, Иринка Мы хотели вам написать, но у нас не вышло Про это написать очень трудно Девятого сего месяца мы поженились И вот с этого дня не можем найти себе места Когда мы были в ЗАГСе, то одна очень добрая женщина Предложила нам большую комнату Большую, светлую Ну, говори, Толик Ну, и прописку постоянную А потом пришел в ее дом один гражданин Говорит, опекун Сказал, что она сумасшедшая Чтобы мы ее не слушали Ее отвезут в больницу А всю квартиру опечатают Но этого не может быть Тут какое-то злое дело И мы вас очень просим Проверить, может ли так быть Чтобы очень хороший человек был сумасшедший Ну, что же Теперь вам ясно, что это факт возмутительный История нетерпимая Требует срочного вмешательства Если бы речь шла не о вдове профессора По книжкам, которого учится наша молодежь Не о матери офицера, погибшего на войне А просто Об одинокой, беспомощной женщине Все равно наш долг вмешаться И расследовать это дело Поймите меня Я не хочу писать об одном подлеце И возможной жертве Я хочу написать о людях Которые приходят на помощь в беде Которые не смотрят из окна на преступление А активно вступают в борьбу со злом Но одной мне не справиться Мне нужны помощники И вот я очень хочу Чтоб этими моими помощниками были вы Вот с Дубровским я говорила Он согласен Так что теперь дело только за вами Уважаемые дамы и молодежь Мать, если говорить откровенно То мы, приглашенные сюда Я имею ввиду себя Вас, мадам Сквержневская И вас, мамаша Гренгина Молодежь не в счет Мы, честно говоря, не цвет общества Мы не лучшие люди города Это почему ж такое? А что это ты про меня знаешь? А может я понимаю... Простите, мамаша Но при вручении правительственных наград Я вас не заметил Да, я тебе видал Гренгина, Гренгина, успокойтесь Мамаша, мамаша На меня можно написать донос только Господу Богу В остальной организации уже написано Сядьте, сядьте Я повторяю Мы не сошли с доски почета И наши фотографии имеются только на собственных паспортах Это небольшое достижение Мы все обыкновенные люди Со своими ошибками, недостатками, пережитками И даже пятнами Каждый из нас приходил сюда Со своей бедой, болью, обидой, жалобой И нас принимали, как родная тетя не всегда примет Нас выслушали, нам помогали, советовали А главное, нам поверили Поверили, что кроме неблаговидных акций Мы способны на что-то хорошее И мы уходили отсюда с надеждой И немножко поднятой головой Почему так? Разве редакция это богоугодное заведение? Абсурд! Наша печать это оружие Но какое? Оружие в борьбе с несправедливостью В борьбе за человека За нас, с вами И даже за ту незнакомую нам старушку Которую надо выручить из беды И когда такое оружие призывает нас Это большая честь Поймите, от нас не требуют жертв Нам просто говорят на сей раз Ваши усилия направьте на доброе дело Да, но я никогда этим не занималась Мадам Я с детства не отличался стыдливостью Но сейчас я краснею Я понимаю, что некоторое внешнее сходство Сбрежит Бордо Освобождает вас от многих забот Но это недолговечно, мадам Сквержневская Это недолговечно Придет время, и вы будете благодарны тому, кто подаст вам руку Чтобы вы могли перейти улицу Это будет старость, мадам И в эту печальную пору Очень хорошо иметь на книжке у Господа Бога Немножко добрых дел Старик тоже платит проценты Ну, в принципе, я не против Да нет, ну а в чем говорить? Все ясно Пусть нам дадут мандаты, мы и пойдем Никаких мандатов, мамаша Гренкина Любой документ, удостоверяющий вашу личность Может только напортить Но если кто-нибудь не хочет, то... Да нет, ну почему это не хочет? Все хочут Но только ты мне скажи, кого расколоть Я первая выйду на охоту Благодарю вас, мамаша Я всегда думал, что вы чувствуете лучше, чем пишете А вас, мадам Когда я увидал впервые, мне показалось, что природа наградила вас не только ресницами, но и красотой души Неужели я ошибся? Да нет, но я, конечно, согласна Ну, вот и отлично Но я бы хотела знать, а что нужно делать? Что делать? Действовать, мадам, действовать В этой небольшой человеческой комедии нам предлагают благородные роли Это не совсем наш профиль, но это наполняет нас гордостью И кто знает, может кто-нибудь из нас пронесет это благородное чувство через всю жизнь Черт возьми, вот это было бы неплохо А Ирис Консульт правильно говорит Ему бы защитником быть любого из беды Тут важно вмешаться вовремя, не опоздать и разоблачить подлость Можно мне? Пожалуйста Вы знаете, мы с Иринкой боимся, что Екатерину Капитонову насильно увезут в больницу Ну, приедут санитары с машиной и все Так вот, я поговорил со своими, Иринка с девочками в общежитии В общем, мы решили у дома установить круглосуточное дежурство Настоять комсомольский патруль Прекрасно В случае чего сообщить вам в народный контроль и Иринке в комитет комсомола Достойная молодежь Вот видите, они действовали без всяких мандатов и удостоверений Убей меня грома, если я был бы профессором Я в их студенческой книжке бы записал по гуманизму и человечности Зачет сдан на отлично Да будет тебе юрисконсуль болтать Давай, братцы, за дело, говори, куда идти Кого продраить, пропесочить, мозги вправлять, стружку сымать Если будете направлять меня, то, пожалуйста, в инстанцию, где во главе мужчина Но это всегда как-то эффективнее Запомните, никто не должен знать, что в это дело вмешалась редакция Но если мы с вами встретимся на улице Короленко в доме номер 9, то мы незнакомые Вы меня не знаете, я не знаю вас, но так надо Иногда этого требует профессия журналиста Если вам любой город понадобится или даже с Москвой соединиться, я в одну минуту Она теперь старшая на Междугородной Да ну что вы, ребята, нам, конечно, в столицу звонить не придет Успокойтесь, дети, все будет сделано на местном фольклоре Если бы эта старушка жила где-нибудь там, в Нью-Орлеане Она давно была бы за оградой сумасшедшего дома Но она живет в стране, где у каждого человека 200 миллионов родственников И я, один из них, всенародно заявляю Каждого, кто встанет у нас на пути, я уберу быстро и без потерь Оксаночка, у меня есть некоторый опыт работы среди жуликов, и я заверяю вас Они не пройдут! Они у меня сами будут мечтать о желтом доме, как о Черноморском побережье! Внимание, товарищи, сверим часы Сейчас 0.20 Пошли, уже поздно, к Санне Георгию надо еще работать Завтра в 11.30 все приходят на центральный бульвар Четвертая скамейка слева на инструктивную летучку Оттуда пойдем действовать Паспорта брать или как? Мамаша, паспорт можно иногда забыть дома Совесть желательно всегда иметь при себе Что еще? Если куда-нибудь нужно будет пойти, то я, правда, не знаю, во что мне одеться Что-нибудь броское или поскромнее? Для всех форма одежды летняя Вам персонально, мадам, я бы посоветовал что-нибудь курортное Это всегда бодрит и вселяет надежды Остальные вопросы в конце лекции Пошли! До свидания! Пошли! Желаю удачи! Ой, что я затеяла! Может быть, весь этот маскарад ни к чему И моя первая ненаписанная статья Окончится позорным провалом Может быть, меня просто выгонят из редакции Или еще хуже Пожалеют и оставят Скажут, размечталась девчонка Возомнила себя настоящей журналисткой Но путь к отступлению был уже закрыт Мои подшефные вышли на охоту Они решили обложить зверя прямо в его берлоге Я как директор ресторана Несу ответственность за все И за солянку И за музыку Ясно? Поймите, Андрей Гаврилович Мы хотим иметь свое лицо А я вам в лице не отказываю Но поверните его к залу К посетителям А то, что это у нас получается Приходят к нам, допустим, строители Они досрочно сдали жилой объект Премию получили У людей радость Они полны этого самого какого А оптимизму А вы его Какую заунывную миликлюндию разводите Что это такое? Так это же блюз Народная негритянская мелодия У них все песни грустные Мы ансамбль танцевальный Интимно-лирический У нас свое лицо Опять про лицо Так я же не против Да, но, Андрей Гаврилович Нам как воздух нужна солистка Вы же обещали Вы обещали расширить ансамбль На одну единицу Уверяю вас В ресторане женский вокал облагораживает Я проверял Там, где есть солистка Там меньше происшествий неприятностей Вон за столом Бондаренко Опять скандал Посетитель требует книгу Да я же русским языком сказал Что этот стол не надо обслуживать Сейчас, одну минуту Бондаренко Камень Солистка У нас будет, маэстро Обещал мне один жучок Из филармонии Устроить певицу Зарубежного класса Импорт-люкс С ума сойти Это было бы колоссально Только Согласится ли она Петь в ресторане? Чудак вы, маэстро Пока я за этим столом сижу Эльбрус Это не только ресторан Это вершина С которой весь город Как на ладошке Через ресторан Большие дела делаются Это вроде как Научная Лаборатория В ресторане Всякая личность Как Бутон Раскрывается Вот цветок К солнцу тянется А человек К ресторану Звали Андрей Гаврилович Звал я тебя Бондаренко Звал Это что же Получается У тебя В день По два Происшествия Работал бы ты В милиции Тебе бы цены не было А ты же В ресторане служишь Ты шефом Хочешь быть Язык французский Изучаешь А за твоим столом Скандалы Ну как по-французски скандал Не знаешь А я знаю Безобразие Андрей Гаврилович Я им сказал Что этот стол Резерве Они говорят Наплевать И садятся Это кто же Такой будет А кто их знает Приезжий Или может Турист Одет нарядно В очках Заказали Жульен из кур Соус пекан Паламбир 150 И кофе по-турецки Я им подал Они откушали И говорят Тащи сюда книгу Или директора Вы мне за место кур Кролика подсунули И ты дал книгу? Дал Они там чего-то пишут Остолоп ты, Бондаренко Беги скорее Скажи шефу Чтобы он разобрался А книгу принеси ко мне Маэстро Я вас попрошу Пройдите в зал Посмотрите Кто это там Сейчас иду Вы Вы не волнуйтесь Андрей Гаврилович Мы всегда под скандал Играем танец саблями Это заглушает И успокаивает Вот книга Андрей Гаврилович Дай сюда Как не дать Раз они требуют Дай сюда Вот так Ну ты чёрт возьми Подпись неразборчива А под подписью Главный психиатр Центральный нервопатолечебницы Имени 11 июня Ого Главный консультант По психогипнозу Стени Ты кандидат наук Это кто же такой будет Да вот этот самый Ну молодец Бондаренко Молодец Премию тебе надо Фондов нет Беги к этому самому И скажи что Директор с критикой ознакомился Принимает меры И просит вас Пожаловать к нему в кабинет Быстро 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 Вот Какие челеса на свете бывают А говорят Не верь снам А Снам не верь А ведь Вот нынче ночью Да вот ночью Мне снился сон Как будто я выходной Сижу на берегу моря И поймал я золотую рыбку Она мне говорит Ну чего тебе надобно Старче Желбаков А я говорю Надобно Своего психиатра Золотая рыбка Проснулся Думаю Ой чё Какая ерунда В голову лезет Так нет Нет Вот Сон то в руку Вы хозяин С вашего позволения Директор Тем хуже Это вы выдаёте кролика За домашнюю птицу Так ошибка Возможна Шеф Пор Будет строго наказан Вам Ежели вы желаете Мы можем заменить Чем вы можете заменить Дикой козой Десертом Хватит Ваш пломбир Это остывшая яичница А кофе Что это за кофе Это хлебный квас В банном буфете Простите Мы ресторан Первого класса Трактирно Проезжей дороги Мечта По сравнению С вашей мерзкой харчевной А я изъездил Половину земного шара 76 городов И 12 европейских столиц И всюду Я оставлял свою подпись Книги почётных посетителей Ваш город первый Где я потребовал Книгу Без счастья и позора Вы запятнали Герб своего города И пусть горожане Вам заплатят Презрением Спасите А что это за вино У вас на столе Попробуйте Чудесное вино За критику Мы не чураемся Критики здоровой Принципиальной Бескомпромиссной Я лично Как и все советские люди Всегда говорил Я не люблю Долгоиграющих пластинок Тем более Что я это уже слышал В лучшем исполнении Я приехал в ваш город Не на собрание Работников ресторана Я прибыл Обследовать Здешнюю Психиатрическую больницу Говорят там Какие-то злоупотребления Безусловно Я в курсе Там мой дружок Похоз счастья работает Так он говорит Это буквально Сумасшедший дом Кумовство Семейственность В общем Гнездо Все доктора Санитары До няньки Своих людей Туда положили Кто тётку Кто бабку Кто тёщу Кто зятя Вот каждый Словчил спихнуть Родственника На государственный счёт Пади разберись Пятил он или в своём уме А пока что Квартира Питание Обслуживание Всё бесплатно Всё за счёт Трудовой казны А вот когда надо Устроить и впрямь Душевно больную Одинокую Скромную старушку Вдову работника Науки А что Ваша мама? Нет Нет Соседка Так вы представьте Не берут Не берут Отказывают Бюрократы Второй месяц Бьюсь Ну говорят Мест нет Справки требуют К канцелярщину Развели такую Фамилия Фамилия больной Успенцева Екатерина Капитонна Родственники есть? Почти нет Я один Опекаю её На общественных Началах Метраж Чего? Я спрашиваю Метраж Площади Занимаемой больной Метров Пятьдесят Будет Это Простите Что это Имеет Значение? Имеет Бывают случаи Когда сходят с ума На почве Излишков У соседей Это редкая Но довольно опасная Форма Но думаю Что это не то Я проверю Обследую Если это так Как вы говорите Её примут В течение Двадцати Четырёх Минут Быстрее Чем в вашем Заведении Подают кофе Прощайте Позвольте Доктор Позвольте Кому я Век Буду Обязан Это Неважно Больной Может не знать Врача Но врач Обязан изучать Больного Ну до свидания Доктор Доктор Может быть вы Запишите адрес Больной Успенцевой В порядке Обследования Не надо Не надо Адрес я прочёл В ваших глазах Улица Короленко Девять Так Так Всего-навсего Прошу прощения Кто есть Товарищ Директор Чем могу служить Вы Кого я вижу Бог мой Я не верю Своим глазам Барбара Гжишевска Пан Гогда Ну конечно Какой тайфун Какой страшный ветер Занёс вас В этот город Да А где мы с вами Виделись в последний раз Где В Варшаве О да Я не запомнила Пан Гогда Нет А помните Сан Рэмо Ну Огнефестиваль А ваши песенки Цветы Овации Боже мой Все это словно Вчера Директор Вам чертовски Повезло Ваше заведение Упала с неба Звезда Первой величины Это же Королева песни Барбара Гжишевска Директор Что вы застыли Как в карауле Предложите даме стул Налейте вина Один момент Пожалуйста Садитесь Пожалуйста Вот Я приехала Из Гданска Погостить До моей тети Я не думала Выступать Но в филармонии Мне сказали Что Мюзик Холл Эльбрус Может быть Мой гастроль Мы вас Давно Дожидались Нам Очень Нужна Солистка Вам нужен Хор Бродяг Ну Барбары Доброе Сердце Боюсь Что ее Вы уговорите Я Концертировала По телевизии На радио Мюзик Холле Но в ресторане Я никогда Не пела О У нас Больше Чем ресторан С вашего Позволения Я дам Распоряжение Сервировать Служебный стол И там Мы продолжим Наш Деловой Разговор Прошу Пани Три минуты Поп ждать О Бардо Денькую Бардо Денькую Послушайте Дубровский Тихо Я больше не могу Вы приезжие Меня в этом городе Каждый пятый знает Ко мне в зале Могут подойти Тихо Все идет отлично Пока вы со мной Никто не рискнет К вам подойти Вы играете Как раннее Сильвана Пампанини Он же может Попросить меня спеть Вы споете Я не пою Я пять лет тому назад Танцевала в опереде Что вы от меня еще хотите Вы споете Ваш магнитофон Заряжен кассетой Записью польской певицы Вы нажмете кнопку И скажете Что это напето вами Ну хорошо Но это все Что я должна сделать Почти Что еще По заданию командования Вы должны Сегодня задержать Этого светлячка Как можно дольше Он должен вернуться домой Только после полуночи Так надо Да зачем Бойцы не спрашивают Ну что я должна делать С этим типом Весь вечер Вы не знаете Боже Мы можно подумать Что только на днях Окончили десятилетку С медалью за поведение Назначьте ему Свидание у обрыва Попросите показать вам Вечерний город Из окна автобуса Читайте слух Сказки Шехерезада Наконец Хуй что должна Потратить на него Весь вечер Да я просто не смогу Вы сможете Мадам Сквержневская Потому что наш друг Из редакции Потратил на нас С вами уже Четыре дня И кое-что сделал По вашей просьбе Ваш последний супруг Задержан На какой-то узловой станции Поймали Какое счастье Так что ваши чайники И портьеры Вам будут возвращены Послушайте Дубровский Кто вам сказал В редакции Да 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 Мамаша Гренкина Назначена председателем комиссии По озеленению трех домов И смею заверить У нее На булыжниках Вырастут газоны А я Мое дело прекращено За отсутствием судебной перспективы И этими днями Я вступаю на должность Заведующего Аттракционами летнего сада Неплохо Твердый оклад И комнатка в саду С видом на карусель И все это сделала Одна молоденькая журналистка Сестра справедливости Так должны мы ей помочь Спасти старуху Мы обязаны Действуйте Черт возьми Пойте Пойте Танцуйте Ходите на голове Но задание Надо выполнить Все Я включаю магнитофон О, директор Ну, директор Можете гордиться У вас поет и танцует Барбара Так же шефска Я очень рад Да Очень рад Ой, прошу прощения Я немного репетировала Пожалуйста, пожалуйста Маэстро Позовите сюда Оркестр Семенка Это краковская песенка Да, песенка из Кракова Да, называется Ключи от моего сердца Перевод Перевод Так Я тебя не могу любить Почему? Ну, почему? Потому что Ключи от моего сердца Забрал один человек Маэстро Это просто Ну, совсем просто Так Краковяк О, да, краковяк Краковяк И О Ничего Хорошо Добре Добре Ой, как хорошо С ума сойти Андрей Гаврилович Это то, что нам нужно Вот это наше лицо Да, да, да Замечательно Это хорошо О, так хорошо Мадам Мы готовы О, и... О, и... И... О, и... О, и... Субтитры создавал DimaTorzok События стали развиваться с головокружительной стремительностью. А что если вдруг нас просто заберут в милицию за наш маскарад, как обыкновенных шантажистов? Но остановить завертевшееся колесо было уже невозможно. А тем временем в квартире у Спенцевой происходили удивительные вещи. Субтитры создавал DimaTorzok и вам, Арсений, садитесь, садитесь, пожалуйста. Извините, что мы так поздно приехали. Толик хотел созвониться, но... Да, вы знаете... Не надо, не надо. Это вот теперь модно созваниваться, уславливаться. А иные даже говорят, я вам предварительно звякну. Какой это ужас. Ну так что же мы с вами будем пить? Чай или кофе? Мы пойдем, спасибо большое. Мы зашли сюда совершенно случайно. Мы вообще не думали, что все это... Понимаю, понимаю. Ваши годы мы с профессором тоже совершенно случайно оказывались в разных местах. Чаще всего на вокзале. И представьте себе, там было прелестно. Ирочка, вы теперь свой человек. А ну-ка достаньте-ка вон там в шкафу бутылочку кубинского рома. Я купила его к вашему новоселью. Не надо, Екатерина Капитоновна. У нас в чемодане есть бутылка шампанского, портвейн, столовая Мадера. Милые мои, я, кажется, опьянела от одних названий. Вы, наверное, устали. Вы, наверное, устали. Мы пойдем. Что? Я обожаю гостей. Я устаю от одиночества. Я скажу вам по секрету, я сама не люблю старух, которые целые дни сидят на бульваре и жалуются на свои болезни. Ну так что же мы с вами будем пить? Кофе, ром или портвейн. Шампанское за вас, Екатерина Капитоновна. Нет, за ваш союз, за ваш новый дом, Ирочка. Я сейчас, я сейчас. Это к вам? Кто это? Толик, откройте. Сейчас. Нет, какой необычайный вечер сегодня. Яков Миронович, как прекрасно, что вы пришли. Простите за поздний визит. Я увидал свет в ваших окнах и подумал, бог знает что. Ведь когда у нас, у стариков, поздно светятся окна, это или бессонница, или беда. Но у вас, к счастью, ни то, ни другое. У вас что-то вроде заседания Верхней Палаты. А вы, Екатерина Капитоновна, почетный спикер. Нет, я всего лишь депутат от стариковского меньшинства. Прошу вас, знакомьтесь. Это мой самый давнишний дорогой друг, чудесный музыкант Яков Миронович. Очень приятно. А это молодые супруги, Толик и Ирочка. Они будут теперь жить здесь, в этой комнате. Это будет филиал дома Успенцевых. Или, как это теперь говорится, молодежная площадка. Арсения, вы знаете. Это к вам? Кто это? Нет, сегодня положительно. Вечер чудесных сюрпризов. Я открою, не беспокойтесь. Может быть, это Наташа? Нет, она приедет во вторник, и потом у нее свой ключ. Там, там. Что случилось? Санитары идут сюда. Что такое? Успенцева здесь проживает? Я Успенцева? Только вы не точно выразились. Я живу, а не проживаю. Это не важно. Родные, близкие имеются? Имеются. И родные, и близкие. Я родной брат. Это вот внуки, это племянники. Спокойнее, спокойнее. Не нервничайте. Тут написано одинокое. Может, ошибка, Леш? Не имеет значения. Значит так, возьмете с собой личное полотенчика, кружечку, постельного белья не надо, навещать можно по воскресеньям. Ну, поехали. Кто будет сопровождать? Кого, ребят, сопровождать? Вас? Вас я буду сопровождать. Вниз, по лестнице. Ну, ладно, ладно, ребята, я понимаю, вы здесь ни при чем. Но запомните, в этом доме больных нет. Болен тот, кто вас прислал сюда. Болен страшной болезнью, подлостью. Гражданин, гражданин, успокойтесь, успокойтесь. Это нас не касается. Мы должны доставить больную. Мы вас сейчас на прогулочку. Стой! Ни шагу не позволю. Может, без драки обойдемся, ребята? Лёш, пойдём, может быть, действительно ошибка. Да у меня путёвка выписана. Я больную должен доставить. Машина ждёт внизу. Вам же сказали, что здесь больных нет. Убирайтесь отсюда с вашей машиной сейчас. Гражданин, гражданин, успокойтесь. Я-то что, пожалуйста? Я ведь по путёвке. Ну, а раз говорите, что больна, я здорова. Ну, будьте здоровы. Нет, постойте, постойте, молодые люди. Я вас прошу к столу. Ирочка, налейте им вида. Вы, кажется, будущие врачи, да? О, это прекрасно. Я желаю вам счастья, и вы будете счастливы, потому что врач, он необходим людям. И считайте меня своим старым добрым другом. Ну, и выпьемте с вами. Налей. Налей. Выпьем ей, Богу, ещё. Быть и нам, Грогу, стакан. Но оставался ещё неповерженным наш главный противник, Желубаков. И вот наша карательная экспедиция направилась к нему домой. Как говорят по радио, с добрым утром. Доктор, вот уж обрадовали. Благодарю за честь. Прошу садиться. Знакомьтесь, это моя жена. Очень приятно. Прошу ручку. Тонечка, ты оставь нас. Нам с доктором поговорить надо. Извините, мадам, но у докторов и мужей всегда есть какие-то тайны. Пожалуйста, я не стесню. Большое вам спасибо, доктор, за помощь, за то, что авторитетом своим дожали сухарей. Вот и отлично. Ну, а как ваше здоровье? Голова не болит? Благодарю, не жалуюсь. А скажите, Андрей, Андрей... Гаврилович. Допустим. А не хочется вы иногда, уважаемый Андрей Степанович... Гаврилович. Неважно, плюнуть на все, поселиться где-нибудь у моря и собирать ракушки, а? Да как сказать. На время отпуска, конечно, неплохо. А к чему это вы, доктор? Прошу вас, смотрите на мое левое ухо и медленно считайте про себя до десяти. Ну что вы, доктор, зачем? Ну что, зачем? Надо, голубчик, надо. Раз. Раз. Извините, но это, это прямо, ну... Два. Как-то чудно, нет. Прошу вас, два. Два. Три. Три. Четыре. Четыре. У вас никогда не появлялось желание прокис по комнате на руках или, скажем, сунуть голову в мусоропровод и посмотреть, что там делается? Нет, ну что вы, доктор, у меня нервы в порядке. Это, возможно, у старушки ненормальный, но с вашей помощью она уже в больнице, в больнице. Вы так думаете? Ваша старушка сейчас находится у себя дома. Готовит утренний кофе и поджаривает сухарики с плавленым сыром. Вы любите сухарики с сыром? Простите, как это так дома? Я чего-то не понимаю. А это с вами не первый день. Как ваше глазное яблоко в порядке? В детстве не мучили гланды? А, прошу вас. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Я не пустить нельзя, я несу препарат, смех паразитов и вредитель. А я могу пустить, не могу. Простите, что нарушаю. Там какая-то Мамаша Андрей ворвалась в квартиру, кричит, безобразничает, говорит, что она из бюро дезинфекции. Зачем? Когда у нас ни мышек, ничего такого нет. Я ей сказала, она слушать не хочет. Глухая, что ли? Слышь, Мамаша, у нас ничего такого нет. А что у вас имеется, это позвольте нам знать. Мы скрой собой и плинтуса все видим, как доктор через рентген. Так, начнем с углов. Ой, 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 ой. Ой, ой, что это? Потом пройдем к центру. Ну зачем? Это душ там, что вы? Да вы провожаете, провожаете время, провожаете. Так. Так, окна не открывать и дышить по возможности носом. Да что это? Да не волнуйтесь, мадам, я знаю эту мамашу. Это старший дезинфектор в городе Сбиро. Она действует в интересах общественной гигиены. Сейчас в городе проходит тотальная профилактическая дезинфекция. Ее отменить нельзя, это приказ из центра. Да пожалуйста, пожалуйста, Андрей, пригляди за ней, чтобы мебель не испортила. Может поговорим, доктор, беспосторонно? Да что вы, она совершенно глухая. Если я вам скажу, что ваших санитаров, подосманных по вашей просьбе за вхозом больницы по фальшивой путевке, вчера спустились с лестницы, она не услышит. Но могут услышать в горосполкоме, в областной печати. У них очень тонкий слух и большой интерес к деятельности выдающихся людей города вроде вас, желваков. Позвольте, это клевета, это клевета, это донос, донос. Вот слово даю, это подлый донос. Что это она там делает под столом? Да, вы не беспокойтесь, она распыляет жидкость, у нее специальная аппаратура. Вы устарели, желваков, доносы давно уже вышли из моды. Три дня я вас наблюдал и исследовал, у меня была робкая надежда, что вы сумасшедший. Но, увы, этот роскошный вариант не оправдался. Оказалось, что вы совершенно нормальный, обыкновенный, заурядный... Позвольте, позвольте, так нельзя, давайте разберемся. Ну, если подойти к этому вопросу философский... А я не философ, я не философ. Это заметно, это заметно. В философии существует теза и антитез. Так вот, возьмем за тезу, что вы про хвост. Что? Я не допущу, я не позволю. А даже, пьяниссимо, как любил Бузони. Еще не все потеряно, желваков. Перед вами выбор. Либо вы начинаете психовать, я отправляю вас в палату для буйно помешанных, либо вы признаете, что вы негодяи, что вы хотели погубить и ограбить почтенную женщину. Тут несложная арифметика. Одно из двух, третьего не дано. Я считаю до пяти. Раз, два, три, четыре. Стой. Так, разве я для себя старался? Я же для них, для молодых, хотел соединить не только их сердца, но и чтобы квартиры. Хотел потом все оформить, чтобы по закону, ну, виноват, что поторопился, ремонт затеял. Судите меня, судите, ну, не так строго. Ну, кто же осудит отца, который о денег заботился? А что насчет сумасшедшего дома для этой старухи? Так все говорят, что это вроде курорт, это чистая Швейцария, воздух, питание. Да будь я вдовой профессора, я бы сам туда попросился. Можно считать, что вы признались. Суд удаляется на совещание. Какой суд? Зачем суд? Я ничего такого не говорил. Ах так, отлично. Главный дезинфектор. Магнитофон работал. А как же? Прошу, включите последний ролик, на котором записано последнее слово подсудимого. Так, разве я для себя старался? Я же для них, для молодых, хотел соединить не только их сердца, но и чтобы квартиры. Хотел потом все оформить, чтобы по закону, ну, виноват, что поторопился, ремонт затеял. Судите меня, судите, ну, не так строго. Вот и последнее слово подсудимого. Слово не воробей. Залететь в магнитофон не вспылаешь. Позвольте, позвольте. Кажется так, ведь она же была... Не волнуйтесь, желваков. Этот уникальный ролик я не передам в столичную фонотеку и не положу на стол судебного следователя, как сувенир. Нет, я просто сохраню его для памяти, как сухую гвоздику. Андрей, Андрей, там к тебе из филармонии приехали. Простите, что врывать к вам без звонка, я очень спешу. Здравствуйте, Богдан. Здравствуйте, вода Сквержневская. Привет, мамаша. Привет, дочка. Здрасте, товарищи. Здрасте, Оксана Георгиевна. Ой, здрасте, Жиловаков. Ну, как видите, как вы просили, я пришла, чтобы узнать, ну, как вы добились таких результатов. Ну, а что же касается вашего опыта, то, я думаю, мы не будем стремиться его распространять, а? Не правда ли? Что за оказия, ей-богу. Тут и впрямь с ума сойти можно. Вот и всё, друзья, комедия окончена. Над домом Екатерины Капитонны рассеялись тучи, и на окнах прыгает солнечный луч. Вот, посмотрите на лица. Они улыбаются, они довольны. Да, об этой истории так и не было в газете, ни фильетонов, ни статей, ни даже заметки, что случилось в городе. А со всеми нами случилось, случилось очень многое. Да, поверьте мне, мы все разойдёмся сейчас в разные стороны, по разным тропинкам жизни, Но уже не такими, какими встретились в первый раз, а лучше, я бы сказала, чище, чёрт возьми. Вот и всё, друзья, комедия окончена. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok